Большая вода Чувашии не угрожает. Такое заключение сделали специалисты Государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Паводковую обстановку в республике обсудили на совещании в Доме правительства. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Ледоход на реках республики опасений не вызывает. Уровень воды за последние дни начал снижаться и по прогнозам уже не поднимется до критических отметок. В паводковый период на контроле у специалистов Госкомитета по чрезвычайным ситуациям и спасателей состояние гидротехнических сооружений и водопропускных труб. Все проверки ГТС на сегодня говорят, что они в состоянии пока держать ту воду, которая есть, и опасений нет. Обстановка сегодня спокойная. Все реки у нас освободились ото льда и уровень воды ежедневно уменьшается и он намного ниже нормативных. Заторных участков нет. Населенных пунктов, которые могут попасть или быть отрезаны, тоже на сегодня нет. Работы спасателям добавляют рыбаки, которые, невзирая на предупреждение об опасности, выходили на тонкий лед. Счет несчастным случаям в республике уже открыт. На Суре в Парецком районе любитель подлёдной ловли скончался от переохлаждения до приезда МЧС. Один стоял на берегу второй на лодке, у него заглох движок, решил запустить, в итоге перевернулся. Водолазы выехали в тот район, но пока я не очень-то уверен, что можем мы всё же найти этого утонувшего 17 марта человека. 10 марта у нас было на Волге здесь, уже в районе Московской набережной тоже рыбак провалился, но слава богу, это было дневное время, успели спасти. Со злостными нарушителями правил временно исполняющий обязанности главы региона посоветовал не церемониться. Если не помогает профилактика, то рыбаков-экстремалов необходимо штрафовать. Как только мы с вами будем иметь несколько фактов привлечения к ответственности, и реально, когда люди почувствуют, что за это есть наказание в том числе, потому что вот эти вот уговоры, разговоры, к сожалению, они могут тянуться бесконечно. Давайте в том числе надо наказывать тех, кто не поддаётся на уговоры. Незаконные же мероприятия, несущие очень большие риски. Вот сами идут люди на такие мероприятия, а потом обвиняют уже конкретные службы. Такой риск в итоге оборачивается тем, что и дети остаются без отца, но и семья остается неполноценная. Тёплая зима и резкие перепады температуры отразились на качестве дорожного полотна. Жалобы на ямы в нём нашли уже постоянную прописку в социальных сетях. Я бы хотел тоже к этой теме вернуться там через недельку и очень внимательно посмотреть, как используются бюджетные деньги, которые направлены на содержание дорог. Руководителю регионального Минтранса Олег Николаев поручил подготовить предложение по повышению эффективности ямочного ремонта. Надо делать упор на самые качественные технологии. Средства из бюджета необходимо расходовать рационально, отметил в Рио главы Чувашии. Дмитрий Ковалёв, Андрей Шоклев и Юрий Марков. Республика.